Джеймс Хедли Чейз Галина Леоновой. Режиссер Александр Валенский. Часть первая. Поезд прибыл на станцию Сан-Раффел в половине 12-го. Сойдя с поезда, Лубрэндон поскорее взял такси и отправился в отель по адресу, указанному в Телеграме. Добрый день, сэр. Здравствуйте, мэм. Вы заказывали номер заранее? Я Лубрэндон. Для меня должен был забронировать номер мистер Шеппи. Да, 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 сэр. Вы будете жить с ним рядом, мистер Брэндон. Вот ваш ключ, пожалуйста. Благодарю. Будьте добры, распишитесь. Вот здесь. Ваш номер 240, сэр. Надеюсь, вы останетесь довольны. Благодарю, мам. Что, мистер Шеппи у себя? Нет, сэр. Он ушёл около часа назад с молодой леди. Я полагаю, они сейчас на пляже. Спасибо. Спасибо за информацию. Когда мистер Шеппи вернётся, передайте ему. Я буду у себя. Ага, непременно, мистер Брэндон. Желаю хорошо отдохнуть. Благодарю, мам. Благодарю. Номер 240 оказался размером с клетку для кролика. Иду, 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 иду. А иду я-то что-то... Брэндон? Да. В чём дело? Сержант Кэнди. Отдел последнего убийства. Ну? Вы знакомы с Джеком Шеппи? Да. Сможете его опознать? Что? Сможете его опознать, говорю. Джек Шеппи мёртв. Вот что. Ну что, одевайтесь. Нас ждёт лейтенант. Ну? Да чё? Подожди, что произошло? Все вопросы к лейтенанту. Ну-ну, давай, давай. Откуда я дел свою рубашку? Слушай, сержант. Мне нужно выпить. Выпишь со мной. А, вот. Держи. С ума сойти. Ну, одевайся скорее. Сейчас, сейчас. Лейтенант не любит ждать. Сейчас. Куда рубашка пропала? Ещё сейчас, чёрт. Её в оброну. Поспокойнее ты. Давай. Вы где его нашли? На пляже Бей-Бич. В кабине для переодевания. Сторож его нашли. А что с ним? Сердце? Сердце. Убили его. Вот что. Чёртся. Сердце. Лейтенант Ренкин, отдел по расследованию убийств. Эту телеграмму вы посылали? Да, я. Он был вашим другом? Другом и компаньоном. У нас общее дело. Пойдемте, посмотрите на него. Он. Он, он. Хорошо. Док, ты заканчиваешь? Уже все. Профессиональный удар. Обе длинным тонким ножом. Похоже на те ножи, которыми вынимают лед из ванночек. Холодильников. Смерть наступила моментально. Около часа назад. Уберите его. Есть, сэр. Я поеду в гостиницу. Осмотрите здесь все как следует. Возможно, нож брошен где-то рядом. Пойдемте, Брэндон. И так начнем. Что, собственно, представлял собой Джек Шеппи? Почему его могли убить? Мы с Джеком владели частным детективом агентством. Ну, 50-50. В Сан-Франциско. Дела фирмы шли неплохо. Последние три недели я занимался с одним клиентом в Нью-Йорке. А Шеппи оставался в конторе. Друг он срочно вызывает меня сюда. Телеграммы. В Сан-Рафа. Здесь ему что-то подвернулось. Я быстро заканчиваю все там. Вылетаю в Лос-Анджелес. Оттуда поездом. И в половине 12-го, по-моему, я в Сан-Рафе. Шеппи забронировал мне номер. Администратор сказал, что он недавно ушел. Я принимал душ, стук в дверь. Я подумал, это Джек. Оказалось, ваш сержант. Шеппи не сообщил, что за работа в Сан-Рафе. Нет, нет. А кто клиент? Ни малейшего понятия. Он обычно ввел записи. Я сомневаюсь, он терпеть не мог писанина. А если он до чего-то докопался и его решили убить? Не знаю. В отеле сказали, на пляж он отправился с женщиной. Когда ему нравилась женщина, он вообще мог обо всем забыть. Слушайте, а если бы предположить, что она замужем, я бы их связи пронюхал муж. И тогда муж, убивающий любовника в пляжной раздевалке, бы и слишком уж профессионально исполнил. А почему бы мужу не быть профессионалом? Наши профи, в общем, известны. Ничего подобного пока не было. Так, приехали. Значит, нужно узнать, чем занимался Джек Шеппи и кто его нанял. Брэндон, постойте. О, миссис Бруэр, добрый день. Здравствуйте, мистер Ренкин. Меня интересует, когда ушел из отеля мистер Шеппи? Примерно в половине одиннадцатого. С женщиной? Да, 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 да. Она попросила его вызвать. Ваши впечатления, какие между ними были отношения? Мистер Шеппи, сэр, вел себя весьма фривольно. Он потрепал ее за ушко. Вот так. О, мэн. Еще мистер Шеппи сказал, хеллоу, крошка. Да, а она? Она? Она засмеялась. Как она выглядела? Да, высокая, худая, смазливая брюнетка, молодая, в темных больших очках, джинсы голубые, белая свободная майка и шляпа, такая большая из натуральной салона. А возраст? Ну, я же сказала, молодая, лет двадцати пяти. А вы бы смогли ее узнать? Да, да, конечно, непременно. Даже если она будет без шляпы, без очков и в платье. Ну, это уж я не знаю. И, в конце концов, это не входит в мои обязанности. Да, да. Если хотите, я вызову мистера Грифса, он наш штатный сыщик. Нет, нет, спасибо, спасибо, мы обойдемся и без него. Дайте мне ключ от номера мистера Шеппи. Что такое? Что? Нет на месте? Да. А, кажется, он взял его с собой. Да, да. Но у нас есть запасной. Вот, пожалуйста. О, благодарю вас, миссис Бруер. Вы очень помогли. Благодарю вас. Брайден, пойдем. Номер Джека Шеппи выглядел так, словно по нему пронесся ураган. Все ящики были выдвинуты, а их содержимое разбросано по полу. Ну да, неплохо поработали. Да, недурно. Вот что, Брэндон, вы должны выяснить, на кого работал ваш компаньон. Только не вздумайте темнить. Вам теперь не до престижа фирмы, здесь убийство. Короче, даю вам 24 часа. Вопрос о престиже фирмы я уж как-нибудь сам решу, мистер Ренкин. Прежде всего, надо связаться с нашей секретаршей. Спокойненько, без свидетелей. Добрый день. Агентство Стар к вашим услугам. Элла, это я, Брэндон. А, привет, Лу. Я в Сан-Рафеле. Элла, детка, тут плохие новости. Джека убили. Как? Джека, Лу, убили? Да, 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 слушай внимательно. Мне надо срочно выяснить, на кого он работал. Фамилия последнего клиента. Поройся в его бумагах, я подожду. Минутку. Вот, вот в его блокноте последняя запись. Сан-Рафел Криди. Криди? Да, да. Хорошо. Теперь немедленно разорви блокнот, спусти в канализацию. Я жду. Лу, я все сделала. Умница. Теперь слушай. Вскоре в контору явится полиция. Скажешь, Джеку кто-то позвонил. После звонка он сразу собрался и сказал, что едет в Сан-Рафел. Все. Понятно. И еще одно. Детка, надо как-то сообщить его жене. Передай ей, что я напишу. Нет, что я уже отправил письмо. О похоронах пусть не беспокоится. Я сам все устрою. Ну, а вы, вы скоро приедете. Ну, ну, не раскисай, детка, не раскисай. Точно не знаю. Я должен выяснить, кто убил Джека. Возвращаясь к себе, Лу увидел, что у двери в номер Джека, широко расставив ноги, стоял плотный мужчина. Типичный экс-полицейский. Полиция изволила удалиться. А вам что? Я Лу Брэндон из соседнего номера. Компаньон. Чей? Джека Шеппи. А вы, наверное, сыщик здесь в отеле, да? А, так точно, Грифс. У меня есть бутылочка виски. Если вы не очень заняты, пойдемте ко мне. Посидим. Что ж, пару минут можно. Только мне чистить. Не успел приехать тут такое, что ли. Узнали они, кто убийца-то? Возможно. Да только они мне что-то доложат. А ты случайно не видел девицу, которая за Джеком заходила? Видел. Видел. Закуришь? Спасибо. Если бы Ренки не был таким надутым индюком, я бы мог ему кое-что порассказать. Ну, куда-то гений сыскного дела. Зачем ему старый хрен из второсортной гостички? А что? Что ты заметил? Что? Что? Он расспрашивал миссис Бруер, так? Так. Но миссис Бруер запомнила только одежду, так? Так, так. Обычная женская реакция. Верно. Верно. А я скажу. Эти тряпки маскарад. Почему? Ну, потому. Потому что смотреть надо уметь. Девушка была блондинка. Она или крашеная под брюнетку, или в парике. Уверен. О, как же. Цвет кожи, пушок на щеках, светлые волоски на руках. Что ты? Так? Я же сказал маскараду. А мог бы определить, чем она занимается? И кто ее знает. Выглядит хорошо. Вещи носить умеет. Чертинь, манекенщица. А может ли артистка? Да. Налищик. В общем, давай. Ты видела, как они обшарили номер Джека? Как они туда попали? Как запросто. Твой Джек забрал ключ с собой, так? Они его укакошили, так? Взяли ключ, явились сюда. Прислуги у нас мало. Так? А утром наверху вообще никого нет. Он что, был твоим другом? Да. И компаньоном. Вот моя визитная карточка. Возьми, вот лежит. Вижу и так. Агентство Стар. Эх, частное дело. Мечта. Небось, поприбыльнее, чем моя работенка, так? Не жалуюсь. Но пока придется прикрыть контору, надо отыскать убийцу. Ты-то сам что можешь сделать? Для этого есть полиция. Полагаешь? Значит, вернуться домой, прикинуться ветошью. Хорошее сыскное агентство. Одного компаньона зарезали, а второй делает вид, что ничего не случилось. Понятно. Ну, тогда послушай. Лейтенант Ренкин, в общем-то, может неплохой. Но над ним шеф. Капитан Кэтчин. Ух, вас, вовать. Ох, выродок. Частных сыщиков, между прочим, не переваривает. Как только ему донесут, что вот ты тут разнюхиваешь на его территории, он тебя сожрет, так? Как? А как? Вот так. Приезжал тут к нам недавно один, так. Ну, случилось это. Ерунда. Ну, самоубийство. Ну, вот. А вдова не поверила, что это действительно самоубийство и вызвала частного сыщика. Да, да, а... Откуда не помню, а чё? Ну, ладно. Кэтчин велел ему убраться, а тот наплевал, так? А? И вот тут садится в машину и едет. И в него врезается полицейский фургон. И остался всё. Ну, хорошо. Вот. Фургон. Фургон. Слушай, слушай. Заработал перелом ключицы раз, больница два, шесть недель тюрьмы три. Завождение автомобиля в нетрезвом виде. Понял, да? Они по пути в больницу влили ему в глотку виски. А, да. А, сулыч. Он на суде обожился. А вы почему-то судья ему не поверил. Понятно? Да, понятно. Вот так. О, всё. Не хватит. Пойду в Вестерюль. Мерси за выпечку. Ты, ты держись потише. Постараюсь. Ну, будь здоров. А имя Криди тебе что-то говорит? Криди? О, конечно. Самый богатый человек в Сан-Рафеле. То есть? Что то есть? Миллионов сто, а может больше. Точно не знаю, да. Точно не знаю, врать не хочу. А сам вот посчитай. Пароходные линии, так. Воздушные такси до Майами. Три газеты. Фабрика. Совладелец казино. Первоклассные гостиницы. Я там раньше сам работал. Клубы мушкетёров. Ну, и там всякие мелочи. Подожди, подожди. А он женат, женат. Конечно. Была такая кинозвезда. Бриджит Блэд, помнишь? Да. Красотка, да. Ну, вот. А что, зачем тебе это? Да просто так. Упомянули при мне его имя. Я и подумал, кто это. Грифс посмотрел на него задумчиво. Кивнул и отправился в вестибюль. Дело действительно пахнет большими деньгами. Только зачем такому человеку нанимать никому неизвестного сыщика? Соедините меня с резиденцией мистера Крига. Клуб Брэндон добился приёма у миллионера без особого труда, открыл чемодан и достал свой лучший костюм. Молодой кореностой охранник радостно улыбнулся Брэндону. Парень явно был навеселе. Эй, парень, кого ищешь? Давай, 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 сюда тачку ставь. Давай, вот так нормально. Ищу мистера Криди лично. Привет. А, привет. Вот даёшь. Тачка у тебя высший класс. А сам туда же. А вот я теперь вольная птаха. Увольняюсь нахрен. Понял? Отбарабанил своё. Нормально. Везёт же некоторым. А то вечно недоволен. То ботинки у тебя не блестят. То пылинка на машине. Козёл. Да мне бы его деньги. Я бы король был, верно? Уж так устроена жизнь. Всякие попадаются люди. Я бы потолковал с собой браток, но у меня с ним свидание в три. Говорят, он лопнет от злости, если опоздаешь. Да, ты думаешь, если придёшь вовремя, он тебя так сразу и примет. А что? Атас. Ну ладно, иди, иди. Целуйся с ним. Вот тут по ступенькам, потом налево. А! Слушай, а вечерком часиков в семь ты не освободишься? Спрашиваешь. Сам знаешь, сегодня гуляю. Так. Напьюсь в лоб. Я тут жил, старик, слышь, как в тюрьме. Полтора года, понял? Полтора года. Я и сам хочу напиться, да всё, компании нет. Может быть, вместе, а? Нормально. В семь. Договорились? Ну, да. А где? Тогда в баре у Сэма. Ну, на набережной. Да спросишь любого, покажут. Да, кстати, я Тим Фултон. А ты? Ну, Брэндон. Ну, до вечера, Тим, да? Ага. Давай, привет. А я опаздываю. Этот парень, Тим Фултон, просто находка. Никто не расскажет о человеке столько интересного, как его разобиженный слуга. Без одной минуты три Брэндон очутился у парадных дверей. Его встретил мажор дом и провёл в приёмную. Войдите, мистер Брэндон. Брэндон здесь, сэр. Чем обязан? Я Лу Брэндон из Сан-Франциско. Четыре дня назад вы обратились в наше детективное агентство «Стар», мистер Криди. На каком основании вы утверждаете, будто я туда обращался? Перед отъездом в Сан-Рафл, мистер Криди, Шеппи внёс ваше имя в нашу картотеку учёта клиентов. Шеппи? Это кто? Мой компаньон, которого вы наняли, сэр. А-а-а. Я нанимаю по два-три десятка человек в неделю. Впрочем, не помню такой фамилии. И какое же отношение к этому имеете вот лично вы? Мистер Криди, Шеппи убит сегодня утром. Полагаю, я обязан закончить дело, над которым он для вас работал. Вот как. А над каким же делом он для меня работал? Думаю, вам это лучше знать, сэр. Хаммершальд. Херцы сюда. Слушаюсь, сэр. Херцы, сэр. Херц. Посмотрите-ка на этого человека. Его зовут Брэндон. Лу. Лу Брэндон, сэр. Лу. Брэндон. Возможно, тебе придется заняться, если, конечно, он не окажется умнее, чем на первый взгляд. Понятно, босс. Я его узнаю. Лу Брэндон. Лу Брэндон. Хорошо, ступай. Если не ошибаюсь, вы дали ему задание превратить меня в отбивную? Видите ли, в чем дело. Я не люблю частных сыщиков. Это вымогатели и шантажисты. Лично вам я советую немедленно отсюда уехать. Вашего компаньона я не нанимал. Да, к помощи Херца я иногда прибегаю. Он избавляет меня от назойливости людей вашего сорта. Как именно он это делает, меня не касается. Вот так, мистер Брэндон. Вы можете идти. Прекрасно. Теперь послушайте меня, мистер Криди. Ведь я не был уверен, что вы нанимали Шеппи. Когда я сюда позвонил, я вообще думал, что вы меня не примете. Но вы приняли меня даже в обход других посетителей. Вы чего-то боитесь? И страх мешает вам трезво рассуждать. Вам повезло. Я знаю очень мало. Вы это выяснили и решили припугнуть меня своей дрессированной гориллой. Вы все сказали. Почти. Теперь я знаю. Шеппи нанимали именно вы. А если такой, как вы, нанимает частного сыщика из другого города, значит, дело деликатное. Шеппи докопался до чего-то крайне опасного, поэтому его убрали. У вас в руках ключ к убийству, мистер Криди. Но на убийство вам плевать. Имейте в виду, станет или не станет искать убийцу местная полиция. Но я во всяком случае постараюсь. Вот теперь все, мистер Криди. И можете не беспокоить своих лакеев, я найду выход сам. Мистер Криди. подъехав к гостинице, Лу заметил полицейскую машину. Рядом с ней стоял уже знакомый Брэндону сержант. Брэндон! Что? С тобой желают говорить капитан. А если я не желаю? Поехали. У меня приказ. Могу применить силу. Что ему нужно? Если б так спросил кто другой, но тебя простительно, наших порядков не знаешь. Садись. Брось трепаться. Что, капитан не посвящает вас свои планы? Именно. Если не хочешь для начала лишиться пару зубов, веди себя хорошо. Не понял. Кто это такой вспыльчивый? Ты или капитан? Нет, Для меня ты нормальный мужик. А капитан Кэтчин точно, не московский спорщик. Как медведь щиним на заднице. Фу. Что? Хочешь совет? Ну? Ну? На вопрос отвечай быстро и по существу. Не балтай языком. Капитаны любят дурацких вопросов. Ну и вообще, лучше в восемь дома, чем в семь в морге. Брэндон, когда уберешься из города? Не знаю. Может, через неделю. Что тебе тут делать целую неделю? Как что? Знакомиться с достопримечательностями, ходить на пляж, загорать, купать, с девушками гулять? Не собираешься совать нос? Чужие дела. Конечно, мне интересно знать, как идет следствие. Но лейтенант, он прекрасно обойдется и без меня. Ах, мягко стелишь, предупреждай, сунешься разок, всю жизнь будешь вкалывать на лекарства. Понятно, капитан. это молодец, лапусь. И чтоб я тебя больше не видел, сержант, забери эту трусливую мразь. А, можно вопрос, капитан? Чего тебе? Вы меня вызвали по приказу Криди. Чего? Криди нанял моего компаньона, его убили. Криди могут вызвать в суд, как свидетеля, а ему не хочется. Я с ним виделся. Он пытался пукнуть меня своим придурком, херцем. Видно, Криди решил еще и полицию на меня на усть-кач. Ах, ты мразь! Ну, ударь меня, ну, ударь меня, ну, умник, ну, ну, капитан, у меня сегодня не кулачный день. Нет, нет. Ну, сержант, убери это собачье дерьмо, пока я его не прикончу. в баре у Сэма было очень славно. Нормально, а? море вечер, холодные виски. Доложу по секрету, у Сэма самое классное это цыплята. Ты можешь, конечно, пойти в дорогой ресторан, ну, скажем, даже в клуб мушкетер. Да, там тоже не кисло. Да, сервис здесь попроще, а зато как готовят и дешево. А эти кретины с деньгами ходят в свои крутые кабаки, где их обдирают как липку. Да уж. А то ас. А сам-то как? Покалякал со стариком? А уж, покалякал. Я себе язву заработал у него в доме. Ну, а теперь с ним все. Завтра начинаю старушку одну опекать. Может, язва пройдет, а? Может, и пройдет. это ведь все от нервов. Утром на пляже убили одного парня с водолом. Нормально. Ну, а тебе-то что? Этот парень был моим другом и компаньон. Пару дней назад он заходил к Риде. Может, ты его видел? Высокий, рыжий, с синими глазами. Рыжий. Да. Так-так, с короткой стрижкой. Да-да. Помню. Я стоял на шлагбауме, он был в твоем бьюике. Так? Да-да-да. Да-да-да. Слушай, если, предположим, тебя вызовут в суд, подтвердишь? Ну, а таз? А чего же не подтвердить? Могу. Был, видел, стоял. Все, будь здоров. Давай. Да. Значит, его убили. Полиция думает, это убийство из ревности. Нормально. Фараоны наши высший класс. Меня вызывал капитан Кетчем. Ну, и скотина, скажу я тебе. Это же... О, во-во, золотые слова. Видал я его у старика. За своей долей заходил козел. Тут притонов больше, чем кошек. А полиция делает вид, что ничего не замечает. Понял? И криди тоже на этом руки греет? Ну, сам знаешь, криди хозяин, босс. Может, притоны эти, кабаки, горные дома и не принадлежат ему лично. Но долю-то он имеет. Не слабую долю. Вот так. И к Кетчену перепадает. И не только ему. У него есть жена? У кого? У старика? Да. У него она четвертая. Или даже пятая. Вот. Вот, Бриджит Бленд, видал? Вот. А, красотка была по всем статьям, да? Почему была? Она и сейчас ничего себе. Нормальная цыпочка. Но вот уж кто действительно так это его дочка, Марго. Вот уж девочка так девочка. Она живет с ними вместе? Нет. Мачеха ее выжила. Она теперь живет отдельно. У нее квартира на бульваре Франклина. Ну, как там наши цыплята? Эй! Сэм! Сэм! А это Бриджит ладит со стариком. Ну, ты даешь! Кто с ним может поладить? У него на уме только бизнес и ничего больше. На все остальное ему плевать. И баба просто вынуждена развлекаться с другими. Ну, с кем же? Есть тут один парень Жак Трисби. Франко-канадец. Плейбой. Бабам нравится. А сам Сэм! Ну, Сэм! Жонни, смотри, какой знакомый мальчик. Шпионишь! Возле самого их столика, пристально глядя на Брэндона черными безумными глазками, стоял Херц. За ним плечо к плечу застыли двое рослых смуглых парней. Из-за стойки выбежал Сэм. Ну, ребята, если вам необходимо побеседовать с друзьями, то, пожалуйста, на улицу. Это гораздо удобнее, ребята. Ты так думаешь? Он так думает. Джонни! Притуши его! Джонни! Держи! Они не знают! Брэндонаста в бне! Тим, прикрой меня со спины! Тим, к машине! Лови ключи! Поймай! А-а-а! Джонни! Джонни, перехвати его! Стой! Не уйдёшь! О, Глибли! Ты как, в порядке? Идиот, что с тобой связался! Ну ладно, что ты, ну кто знал, что так получится! Все равно, теперь мне тут не жить! Собираю шмотки и сматываюсь! Да перестань! Сейчас же! Обмыв под душем синяки ссадины, Брэндон отдыхал в своем крошечном номере. Да... Ещё одна такая дружеская встреча и... Ай, ты чё! Здорово глаз набряк! Одноглазый лу! А? Гроза бандитов и миллионеров! Ай, чё ты! Найти бы кого в этом паршивом городе помогущественнее мистера Криди? Маловероятно. Ну что ж, перейдём к фактам. Гад Криди финансирует весьма сомнительные заведения. Его супруга изменяет ему с неким Жаком Трисби. Дочь его живёт отдельно на бульваре Франклина. Мачеха её не любит. А папаша... Там открыто, открыто, кто? Мистер Брэндон, ваши сэндвичи. А, спасибо, спасибо. Поставьте на стол. Одну минутку, а что это за вещи в углу стоят? Это вещи покойного мистера Шеппи, сэр. Приятного аппетита. Брэндон слез с постели и принялся за еду. Потом он открыл чемодан Джека Шеппи и вдруг обнаружил что-то, спрятанное под внутренней обивкой чемодана. Это был изящный пакетик отрывных спичек. А это ещё что? Красивенько. Обтянут красным шёлком. Золотые буковки клуб мушкетёров. Так откуда такая финтифлюшка? Это я. Почему? Почему Джек их спрятал? Так. Где-то я тут видел телефонную книгу. Ага. Так. Вот он. Бульвар Франклина. Дом Франклин Армс. Марго Криди была в длинном вечернем платье с глубоким декольте. Её глаза в приглушённом свете гостиной казались чёрными. Светло-пепельные волосы струились по гибкой спине почти до талии. Мисс Криди, прошу извинить меня за столь поздний визит. Поверьте, я не стал бы вас тревожить, если бы не чрезвычайно важное дело. Мисс Криди, необходима ваша помощь. Вас прислал мой папа? Не совсем, хотя я сегодня с ним разговаривал. Вся надежда на вас, мисс. Простите, не понимаю, почему я должна вам помогать? Конечно, вы не должны. Но, знаете, есть люди, которые помогают другим просто так. Позвольте, я всё объясню очень быстро. Я спешу. Я прошу вас, мисс. Ну, хорошо. Присядьте, мистер. Брэндон, Лу Брэндон. Я, видите ли, частный детектив. А-а-а. Да, да. Так вот, мой компаньон, Джек Шеппи, приехал сюда из Сан-Франциско по вызову клиента. Я в этот момент был в другом городе, и он вызвал меня сюда телеграммой. Сегодня я прибыл, и вдруг выясняется, что Джека сегодня убили. Здесь, на пляже. Да, да, да. Я читала в вечерней газете. Ну, вот вы уже в курсе. Так вы его компаньон. Да, да, мисс. Я не стал бы вас тревожить, если бы фамилия клиента была не Криди. Криди? И что это значит? Не знаю. Возможно, в наше агентство обратился ваш отец. Не понимаю. Зачем ему человек из Сан-Франциско? Разве своих мало? Вероятно, вопрос был слишком деликатный. Ну, какое отношение все это имеет ко мне? А, так вот, сегодня я виделся с вашим отцом. Представьте, он заявил, что ничего не знает. Мало того, он вызвал телохранителя, которого зовут Херц, по-моему, да, и приказал со мной расправиться. Хотите, чтобы я подралась за вас с Херцем? Браво! Отличная идея. Боюсь, только денег у меня не хватит, чтобы нанять вас в охраннике. Ну, так что же? А, извините. Видите ли, я пытаюсь установить, что делал Шепи в Сан-Рафале. Где был, что делал. Вот он был, скажем, в вашем клубе мушкетеров. Но что он там делал, мисс Криди? Будьте моим поручителем. Проведите меня в клуб. Это абсолютно исключено. Я прошу вас, мисс Криди. Даже если вы туда и попадете, не знаю как, все равно никто не потерпит, чтобы вы там наводили справки, мистер Брэндон. Ах, мисс Криди, моя просьба не каприсы, не прихоть. Поверьте, совершено убийство. Джек Шепи был моим другом. Есть основания полагать, что полиция не найдет преступника. Я разговаривал с капитаном Кэтченом. Если проникнуть в клуб, можно получить ответы на многие вопросы. Мисс Криди, помогите. Это невозможно, мистер Брэндон. Я прошу вас. Очень сожалею, но ничем не могу вам помочь. Извините, я спешу. Ну что ж, мисс Криди, во всяком случае, приятно было с вами познакомиться. Всего хорошего. Желаю успеха, мистер Брэндон. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наталья Брэндон Да. При ближайшем рассмотрении ее глаза оказались не черными. Фиалковые. Фиалковые. Ого, четверть двенадцатого. Ну, что ж, самое время осмотреть пляж. Спокойненько, без свидетелей. Ну, вот. Та самая кабелька. Закрыто. Небольшое ограбление со взломом. Фу. Ожарище, духотище. Свет зажигать все-таки не будем. Вот он, мой фонарик. Вот он, мой хороший. Так. Две дверки. И ничегошенькие. Так, тут развивался Джек, там девушка. Что за девушка? Может, приманка. Внезапно у него возникло странное чувство, что он не один в душной и тесной кабинке. Тогда он направил луч фонарика на дверцу второго отсека и повернул ручку. Она сидела на полу, завалившись в угол. Невидящий взгляд, устремлен в пространство. В карих глазах выражение мутки. Красивая темноволосая девушка в голубом купальнике. У нее была фигура манекенщицы. На загорелом плече запеклась длинная струйка крови. Что? Пульс. Пульс. Нет, Тон. Ничем не поможешь. Ах, Челух, слишком поздно. Субтитры создавал DimaTorzok Вы слушали первую часть радиопьесы Галины Леоновой по повести Джеймса Хэдли Чейза «Сувенир из клуба мушкетеров». Действующие лица и исполнители. Лу Брэндон, частный детектив. Эммануил Виторган. Криди, миллионер. Валерий Баринов. Марго, его дочь. Алена Хованская. Кетчин, капитан полиции. Александр Павлов. Ренкин, лейтенант полиции. Всеволод Абдулов. Миссис Бруер, администратор гостиницы. Ольга Чуваева. Грифс, сыщик в гостинице. Всеволод Ларионов. Тим Фултон, охранник. Владимир Сальников. От автора Владимир Корецкий. В эпизодах артисты московских театров. В эпизодах артисты московских театров.